Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска, в студии Зарина Нурулина. Смотрите в этом выпуске. Потрудились на славу. Альметьевские аграрии отметили завершение сельхозсезона. Мы дуем молоко, обеспечиваем свой район, республику свою. Важная экологическая проблема на селе решена. В сельских поселениях района устанавливают мусорные контейнеры. Очень мы благодарны главе администрации. Большое ему спасибо. Это очень удобно. Ушли и потерялись. Гребники увлекаются тихой охотой и не могут найти дорогу из леса. Какие правила нужно соблюдать, чтобы не заблудиться в лесу? Мы его, как скажем, быстро нашли до наступления темноты. 8 октября отметят профессиональный праздник работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Почти завершена уборка урожая. Сельхозсезон подходит к концу. Самое время подвести итоги, назвать и отметить передовиков. О том, как отметили праздник Альметьевские аграрии, расскажем далее. Они на время оставили свои комбайны и трактора, отложили дайльные аппараты, оставили в стороне грабли и лопаты. Сегодня здесь, в большом и красивом зале, они главные герои торжества. В этот день поздравляют тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, работников пищевой и перерабатывающей индустрии. Но в первую очередь слова признательности агрономам, механизаторам и комбайнерам. Благодаря их усилиям району удалось собрать богатый урожай – 121 тысячу тонн зерна. Вот этот долгожданный урожай, который мы имеем на руках, который находится уже на наших складах, 121 тысяча тонн, для нас, для Альметьевска, это очень хороший результат. Я хочу поблагодарить руководителей лихозформирования, хочу поблагодарить всех людей, кто действительно участвовал без выходных, без каких-либо праздников в уборке, подготовке этого урожая. Отличившихся доярок, механизаторов, зоотехников и других работников сельхозсферы наградили благодарственными письмами и денежными сертификатами. Среди передовиков и Асхат Халеев, который получил благодарность от имени президента республики Татарстан. Когда-то он начинал работать ветеринарным фельдшером. Спустя 30 лет стал бригадиром молочной товарной фермы. Кому как не ему, значит, что значит крестьянский труд. Я, например, руковожу молочной товарной фермой. Мы дуем молоко, обеспечиваем свой район, республику свою, свою родину. Я с 1975 года уже работаю на этой должности. Не на этой должности, а в сельском хозяйстве. А в сельском хозяйстве это для меня все. Также в торжественной церемонии принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан Ильюз Габдрахманов. Он также поздравил аграриев с профессиональным праздником. Замминистра подчеркнул важность проекта «Овощная долина» как для района, так и для республики. Сегодня второе серьезное направление, интересное направление, новое направление для Татарстана – это овощная долина. И мы уже других привозим сюда, в Альметьевскую землю, показать глав районов, инвесторов, показать подходы, как вопросы комплексно, руководство района совместно с вами эти вопросы решает. Ильдус Габдрахманов вручил передвигам хозяев награды от министерства. Альметьевские артисты подарили им свои зажигательные концертные номера. Зарина Нурулина, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. В Альметьевске продолжаются сельскохозяйственные ярмарки. В эту субботу свежую продукцию представили как местные, так и приезжие сельхозпроизводители. На ярмарки побывала наша съемочная группа. В сезон дождей и обострение простудных заболеваний наиболее популярный продукт – мед. У Лилии Шамсулиной он самых разных видов. Вся продукция привезена с Башкирии. Там у Лилии своя пасека, за которой они ухаживают всей семьей. Мед в Башкирии, Баркалинский район, Новый Тумуток. Мед цветочный, гречичный, разнотравий, цветочные леповые продукции этого свежего урожая. Ярмарка порадовала покупателей щедрым ассортиментом. Молочные продукции, овощи, мясо, крупы, яйца, грибы, яблоки, саженцы – это лишь малая часть того, что предлагали фермеры и сельхозпредприятия. Приобрести все необходимое и даже запастись на зиму могли себе позволить посетители с любым достатком, так как цены на все вполне демократичные. Все есть, конечно, сельскохозяйственные, пожалуйста. И фрукты, и овощи, и даже колбасные изделия. Цены устраивает. Спасибо. Мы пришли посмотреть овощи, картошечку, мяско посмотреть, ну и заодно продукты. Все есть, все хорошо, и по цене мне понравилось, все хорошо. Особенно активно покупали картофель, морковь и лук. Свой урожай представила и Ерсубайкинская школа. Все овощи ее ученики, учителя и сотрудники сажают сами и вместе за ними ухаживают. До сих пор радуют арбузы и дыни, привезенные из Волгоградской области. Сезон бахчевых заканчивается, поэтому спрос на них сейчас немалый. Также на прилавках можно встретить яблоки из собственного сада. Это Антоновка, они сладко, кисловатые. Это Районетка, она сладкая. Остальные тоже такие, кисло-сладковатые. В осенние они живут, они в статье сладкие не будут. Кроме того, на ярмарке была организована концертная программа. Для посетителей выступали творческие коллективы района. По-прежнему работали волонтеры, которые помогали пожилым людям донести покупки до машины. Следующая ярмарка состоится в следующую субботу, 7 октября, с 8 до 12 часов. Полина Сыраева, Зарина Нуролина, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. Делегация Альметьевска с рабочим визитом побывала в Республике Южная Корея. В городе Чонжу глава Альметьевского района Айрат Хайрулин и мэр Чонжу Ким Сенсу подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области экономики, культуры, развития деловых отношений и административного управления. Чонжу – это город для инноваций, соседствуют с многовековыми традициями. В нем развиты агробиотехнологии, создана карбоновая долина, представлены пищевая, текстильная и другие отрасли промышленности. В ходе визита были заключены соглашения о сотрудничестве с компанией по производству сельхозтехники, переработке нефтеотходов, производству пробиотиков. В планах создание новых совместных инвестиционных проектов на территории Альметьевского района. С ответным визитом руководство города Чонжу и заинтересованные южнокорейские бизнесмены планируют приехать в ближайшее время в Альметьевск. В сельских поселениях района решается проблема с утилизацией мусора. Теперь там появились новые контейнерные площадки. О том, как это нововведение восприняли сельчане, расскажет Эдуард Прокопьев. Татьяна Петровна – жительница села Кичуй. До последнего времени она, как и многие жители сельского поселения, испытывала определенные трудности. Чтобы выбросить мусор, нужно было далеко ехать. Теперь эта проблема решена. И в Кичуи, и в соседней деревне Нагорное. Оборудованы площадки и установлены бункеры для сбора мусора. У нас раньше машины едут по обочинам кидать весь мусор. А сейчас, пожалуйста, выходи и сюда выкидывай. Здесь у нас просто хорошо стало. Как рассказала глава Кичуйского сельского поселения Галина Туманова, раньше мусор отвозили в отработанный карьер. Это создавало значительные затруднения, в особенности жителям деревни Нагорное. Когда сельчане узнали о том, что карьер будет рекультивирован, они обратились за помощью к главе района в решении мусорного вопроса. Очень мы благодарны главе администрации. Большое ему спасибо. Это очень удобно. Спасибо огромное ему. Благодарна мы, вся деревня. Вообще у нас теперь проблем вообще нет. Мусор с площадок будет вывозиться по мере того, как бункеры будут наполняться. Также сельчане будут использовать их во время экологических двухмесячников и зуботников. Где оборудовать площадки, решали сами жители. Удобно рядом с дорогой. Чиститься будет зимой. Ну, чтобы в зимнее время подъезд был и уборка была вовремя, своевременно. Площадки установлены в 36 сельских поселениях. По две бункерные площадки в каждом. На сегодняшний день порядка 90% бункерных площадок практически во всех сельских поселениях уже установлены. Я думаю, эта программа будет дальше продолжаться. Будем устанавливать подобные площадки именно там, где будет удобно жителям сельских поселений. Также в селах будут установлены контейнеры с раздельным сбором мусора. Такие же, как в городе. 5 октября служба уголовного розыска России отмечает свою 99-ю годовщину. В видении отдела находятся преступления самого широкого спектра. В преддверии праздника мы пообщались с альметьевскими сыщиками. Они рассказали нам, с чем им приходится сталкиваться сегодня и каким должен быть работник уголовного розыска. Преступность не отстает от технического прогресса. Еще не так давно злоумышленники сдергивались с прохожих шапки на улицах. С распространением сотовой связи участились кражи телефонов. Бич сегодняшнего времени – социальное мошенничество. На раскрытии именно таких преступлений долгое время специализировался новый начальник отдела уголовного розыска альметьевской полиции Дмитрий Игнатов. На его счету десятки раскрытых случаев мошенничеств по телефону. Сотрудники уголовного розыска альметьевска одними из первыми научились раскрывать подобные преступления. Мы знаем первые лица, которые совершали это преступление, лица, находящиеся в местах лишения свободы. Заключенные звонили наугад. Кто-нибудь да попадался на уловку. Личности мошенников удалось установить. Но преступники держат руку на пульсе времени, создавая все более изощренные мошеннические схемы. Полицейские призывают быть предельно осторожными при получении подозрительных СМС-сообщений, не переходить по незнакомым ссылкам, не доверять лицам, требующим предоплаты в интернет-магазинах или на сайтах с объявлениями. Прибегают мошенники и к более оригинальным формам, например, снятие порчи. Таким образом, в прошлом году одна из жительниц города лишилась более 300 тысяч рублей. Что касается этого года, раскрыты все случаи причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, а также разбои. В этом году их стало меньше. На счету сыщиков есть и раскрытие громких преступлений. В июле месяце было совершено одно резонансное преступление, грабеж, нападение на почтальонов, на улице строителей. Чтальоны разносили пенсию при себе, они имели по 400 тысяч рублей. Нападения произошли в подъезде одного из домов. Задержать преступника помогли камеры видеонаблюдения. Но несмотря на новые виды преступлений, которые придумывают злоумышленники, основные принципы работы, описанные Глебом Жегловым в культовом фильме о работниках уголовного розыска, не изменились. Разговаривай с людьми, всегда улыбайся, понял? Люди это любят. А оперативник, который не умеет влезть в душу к свидетелю, считай, что он зря получает рабочую карточку. Вот чтобы человека разговаривать, расположить, надо, во-первых, к нему заглянуть в душу уже, да? А чтобы в душу войти, надо войти, пройти, все перебрать, найти ту нить, с которой можно контактировать. Ну и, разумеется, требовательность к себе, аналитический ум, эрудиция и смелость. Найти людей, которые сочетали бы в себе все эти качества, непросто. Сегодня отдел нуждается еще в восьми сотрудниках и надеется, что таковые найдутся. Всего же в отделе 28 человек. Все они 5 октября отметят свой профессиональный праздник. Успехов в нелегком труде, оперской удачи, семьям терпения, чтобы все утром здоровыми, живыми уходили на службу и также здоровыми, невредимыми возвращались на службу. С праздником вас, уважаемые опера! Эдуард Прокопьев, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ 2 октября в 13 часов 50 минут на автодороге Альметьевск-Шугурово водитель автомобиля «Хонда Аккорд», двигаясь со стороны Шугурова, не выбрал безопасную скорость для движения и совершил наезд на лося. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП водитель «Хонды» с травмой доставлен в приемный покой медсанчасти. Водитель ВАЗа с травмами госпитализирован в реанимацию. Далее информация для водителей. 4 октября с 9 до 16 часов будет перекрыто движение по улице Ленина на участке от улицы Джалиля до улицы Маржани. Это связано со строительством многоуровневой подземной парковки возле здания компании «Татнефть». На сегодняшний день на объекте ведутся работы по устройству железобетонного монолитного каркаса, перекрытие второго этажа. В этом году в лесах видимо-невидимо грибов. За ними туда устремились любители тихой охоты. Но если в грибах многие из них разбираются неплохо, то вот сориентируются в лесу и вернуться с добычей домой самостоятельно удается не всем. Заблудившимся грибникам в Альметьевске помощь спасателей потребовалась уже трижды. Последний случай произошел в минувшие выходные. 1 октября недалеко от детского оздоровительного лагеря «Орленок» в лесном массиве заблудился 34-летний мужчина. Около часа грибник блуждал по лесу. Самостоятельно выйти на дорогу мужчина не смог, поэтому вызвал спасателей. Мы его, как скажем, быстро нашли до наступления темноты и без проблем доставили до места расположения нашего отряда, где он спокойно мог поехать домой. Как говорится, с ним ничего не произошло, никаких проблем со здоровьем или что-либо других. Ранее такой же случай произошел недалеко от лагеря «Юность». 23 сентября спасатели МЧС нашли заблудившихся во время смотра грибов девушек 18 лет, 20 и 31 года. Причина происшествия проста – потеряли ориентацию на местности. В связи с этим спасатели призывают грибников и любителей загородных прогулок быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. К походу необходимо подготовиться заранее, обязательно захватить с собой нож, спички, фонарик, свисток и заряженный телефон. А если собираетесь провести в лесу длительное время, захватите еды и питья. Но прежде всего, говорю же, группа людей, которые собираются грибами, в группе обязательно имел опытного грибника, который мог сказать, что какой гриб можно собирать, какой нет. И так же спокойно он их обратно вывел туда, откуда они вышли. Если же вы все-таки заблудились, необходимо позвонить по номеру 112. На ваш звонок обязательно отреагирует спасатель МЧС. Полина Сыраева, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. Продолжается онлайн-голосование за участников фотоконкурса «Здравствуй, школа!». Голос в поддержку школьников и педагогов можете отдать и вы. Заходите на сайт, выбирайте понравившуюся фотографию и голосуйте. Все подробности на сайте телекомпании и в группе ВКонтакте. И в завершении выпуска информация от синоптиков. Погода на юге-востоке республики остается прежней. Вот и в Альметьевске в среду будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4, днем плюс 6. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. На этом у нас все. Эфир продолжит программа «Православный календарь» с Еленой Морданшиной. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!